Всем привет! Сегодня я буду шить косметичку, очень вместительную и с отдельным карманом для кистей. Модель косметички я выбирала по своим требованиям. Вы можете менять размеры, форму под себя. Можете добавлять дополнительные карманы, отделения, все что вам нужно. Для косметички я взяла кожзам. У меня как раз остался кусочек после пошива юбки. Вы можете брать любой плотный материал. Это может быть джинс, плотный хлопок. Это тот случай, когда нужно найти что-то ненужное и использовать его. Можно перешивать старые джинсовку, куртку, джинсы. Все, что вы готовы были выкинуть, но оно может еще пригодиться. Также мне понадобится подкладка, утеплитель, уплотнитель и две молнии. Сейчас расскажу обо всем по порядку. Давайте приступать. Это деталь из картона. Размер косметички в готовом виде. Ширина 24 см. Высота 15 см. Скругление на углах радиусом 3 см. Из кожзама я вырезала две детали по размеру картонного шаблона плюс припуск 1 см. Я себе сделала второй шаблон с припуском 1 см. Так удобнее выкраивать. Субтитры подогнал «Симон»! Каждую деталь кожзама и подкладки я проклеила дублерином. Для начала каждую деталь я подготовлю. По шаблону без припусков я выкроила SlimTex плотностью 150 см. а также клеевую паутинку. Она продается на метраж. Укладываю клеевую паутинку на изнаночную сторону детали из кожзама. Сверху накладываю SlimTex. И с лицевой стороны через проутюжильник приклеиваю SlimTex к детали. Я специально выкроила SlimTex без припусков, чтобы уменьшить толщину на швах. Таким образом я подготавливаю каждую деталь верха, а также одну деталь подкладки. У меня получилось перед и спинка косметички две детали. Одна деталь из подкладочной ткани, тоже проклеенная SlimTex. И такие же три детали, только без SlimTex, но проклеенные дублерином. Боковая нижняя часть прямоугольник размером 10 на 40 см. Две детали верхних боковых частей размером 5,5 см на 40 см. Сейчас у меня большой прямоугольник длиннее, чем маленький. Потом я его обрежу. Я выкраивала с запасом. Две детали из прозрачной клеенки. В дополнительном кармане, который на молнии передней, у меня будут кисти. Кисти могут пачкаться. Я хочу защитить подкладку клеенкой. Ее проще вытереть, чем стирать подкладку. Эта клеенка продавалась в хозяйственном магазине, как скатерть. Перепонка для кармана. Размером 3,5 см на 18 см. И точно такая же деталь из подкладки. Из подкладочного материала точно такие же детали боковых частей, как и из кожзама. Один большой прямоугольник и два поуже. Также мне понадобятся две молнии. Размер от 60 см. И детали из изолона. Это не обязательно. Просто я хочу, чтобы моя косметичка была плотная. Чтобы она хорошо держала форму. Пока что я выкроила три основные части по лекалу без припусков. А также три прямоугольника для боковых частей. Один широкий, два поуже. Тоже без припусков. Изолон довольно-таки упругий материал. Легкий, хорошо держит форму. На изнаночной стороне у него нанесен клей, который очень хорошо липнет. Подробнее про этот материал я рассказывала в видео о пошиве клатча из эко-кожи. Начну шить косметичку с деталей подкладки. Беру одну деталь подкладки со слимтексом и вторую такую же без. На лицевую сторону накладываю клеенку, фиксирую прищепками и стачиваю на машинке по краю на расстоянии 5 мм от среза. Моя машинка легко проходит по клеенке. Мне не нужно дополнительно ставить шагающую лапку или смазывать клеенку чем-то. Если у вас лапка буксует, можете использовать шагающую лапку, тефлоновую, роликовую. Пробуйте разные варианты. Теперь детали нужно осморовить. Срезаю лишнюю клеенку, которая выходит за срез подкладки. На деталь, которая со слимтексом, я буду настрачивать резинку. Эта резинка будет держать мои кисти. Примеряю, какой длины резинка должна быть для конкретной кисти. Фиксирую булавкой, убираю кисти и фиксирую резинку строчкой. Устанавливаю длину стежка 1,5 мм, чтобы резинку хорошо закрепить. Эту деталь пока откладываю. Беру основную деталь из кожзама, перемычка из кожзама и из подкладки, а также молния. Перемычки короткой стороной прикладываю к молнии. Кожзам к лицевой части молнии, подкладку лицом к изнаночной стороне молнии. Встачиваю по короткой стороне шириной припуска 1 см. Отворачиваю верхнюю деталь и подкладку и фиксирую две части строчкой. Отмечаю середину перемычки, а также середину каждой стороны детали из кожзама. Это можно сделать сразу во время раскроя. Примеряю какой длины молния мне понадобится. На уголках молнию немножко натягиваю. Дохожу до середины другой стороны. Делаю отметку на молнии. Перегибаю молнию по этой отметке и смотрю сколько молнии мне понадобится. В данном случае практически 60 см молнии полностью ушли на этот прямоугольник. Соединяю молнию и перемычку с другой стороны. Точно так же лицом к лицу кожзам с молнией, а также лицом к изнанке подкладка и молния. И делаю то же самое, что с другой стороны. И делаю то же самое, что с другой стороны. Лишнюю молнию необходимо срезать. Фиксирую молнию лицом к лицу на детали с кожзама. Соединяю все контрольные точки. Субтитры сделал DimaTorzok Притачиваю молнию к детали по всему периметру. На уголках можно поставить стежок поменьше, чтобы линия была плавная. Продолжение следует... Продолжение следует... Лицом к лицу прикладываю деталь из подкладки. Соединяю все контрольные точки и притачиваю подкладку по той же строчке, которой мы притачали молнию в детали переда. В месте перепонки оставляем примерно 10 см отверстия для выворачивания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем вывернуть карман, на детали верха я наклею изолон. Примеряю и смотрю, чтобы изолон не выходил за строчку. Лучше, если он будет не доходить до нее около 3 мм. Деталь выворачиваю и расправляю уголки. Припуск в области отверстия подворачиваю на изнаночную сторону. Отверстия зашиваю ручными стежками. Вторую часть подкладки, которая со Слимтексом, прикладываю лицом к лицу ко второй ленте молнии и точно так же пришиваю по всему периметру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внешний карман пока убираем, займемся основной частью. К верхним деталям боковых частей притачиваю молнию, прикладываю ее лицом к лицу к длинному срезу, фиксирую прищепками и стачиваю на машинке с шириной припуска 1 см. То же самое делаю с другой частью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После этого к молнии притачиваю подкладку. Строчку прокладываю строго в ту же строчку, которой я притачала молнию и деталям верха. И снова прокладываю строчку на расстоянии 2 мм от предыдущей строчки, чтобы зафиксировать детали верха и подкладки. Чтобы удобно было шить по эко-коже, я смазываю ее обычным кремом для рук. Лишнюю молнию срезаю, бегунок возвращаю в молнию, оставляя его посередине. Оставляю молнию закрытой с двух сторон, так удобнее будет сшивать детали. К верхним боковым частям лицом к лицу прикладываю нижнюю боковую часть по короткой стороне. Со стороны подкладки прикладываю такую же деталь из подкладочной ткани лицом к лицу. Встачиваю с одной и с другой стороны шириной припуска 1 см. И снова делаю отстрочку, фиксируя верх и подкладку. К боковым частям приклеиваю изолон. Только я дополнительно срежу по периметру, чтобы изолон был дальше от будущей строчки. Если приклеить изолон вплотную к припуску, тогда очень сложно будет прокладывать строчку. Лапка просто не подойдет близко к тому месту, где нужно проложить строчку. Оставляю примерно по полтора сантиметра с каждой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь мне нужно соединить между собой детали верха и подкладки по всей окружности. Строчку прокладываю на расстоянии 5 мм от края. Одну сторону боковой части прикалываю лицом к лицу к задней части косметички. Совмещаю контрольные точки. Аккуратно выкладываю на уголках и прокладываю строчку с шириной припуска 1 см по всему периметру. К задней части приклеиваю изолон. Предварительно тоже убрала лишний материал, чтобы изолон подходил близко к строчке. Сверху изнанкой к изнанке прикалываю подкладку и притачиваю ее в ту же строчку, которую я притачала боковушки к задней части. Открытый срез я закрою лентой. Предварительно можно ее заутюжить два раза, чтобы удобнее было притачивать. Можно использовать косую бейку. Лучше, конечно, если окантовочная лента будет в цвет подкладки. У меня такой не было, взяла то, что было в наличии. У меня лента шире, чем нужно, поэтому шов будет проходить не в край ленты, а чуть-чуть дальше. Из-за того, что внутри изолон сумка уже не мнется, так как раньше эти строчки прокладывать намного сложнее. Обычная лапка не может подойти близко к тому месту, где нужно проложить строчку на ширину припуска 1 см. Изолон мешает это сделать, поэтому я прокладываю эти строчки с помощью однорожковой лапки для пришивания молнии. Есть обычная лапка, которая шла у меня в комплекте с машинкой. У нее левая часть шире, чем у однорожковой. И в данном случае она мне не поможет. Если вы шьете без уплотнителя, вам будет проще. Окантовочная лента прячется внутри, теряется среди подкладки. Если она будет в тон подкладки, то ее практически не будет заметно. Тем более не будет заметно, какой шов там проложен. И аналогичным образом приточаю вторую часть косметички. Беру мой внешний карман. Совмещаю с боковыми частями лицом к лицу. Совмещаю по всем надсечкам. И прокладываю строчку по кругу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Со стороны кармана получилось так, что изолон находится близко к шву стачивания. Поэтому эту строчку я не смогла хорошо проложить на машинке. И мне пришлось сделать эту строчку вручную. Это не сложно. Получается также прочно, как и машинная строчка. Но к общему времени пошива сумки добавляйте примерно 30 минут. Точно также я приклеиваю изолон, предварительно подогнав его по размеру. Сверху изнанкой накладываю подкладку. Притачиваю ее в ту же строчку. И окантовываю все лентой. Советую деталь подкладки немножко натягивать. Ее срез выйдет за срез боковых частей. Но в готовом виде подкладка не будет морщиться, а будет натянута. Одну сторону подкладки я натягивала, а другую нет. И заметно видна разница. Из-за изолона и слимтекса сумка внутри стала намного меньше, чем снаружи. Поэтому деталь подкладки уже не будет такая же, как деталь верха. Она должна быть меньше. Поэтому смело натягивайте подкладку. Когда вы вывернете сумку, она будет лежать ровно, без складок. Все, моя косметичка готова. Можно ее выворачивать и смотреть на результат. Внутри вы можете добавлять разные карманы, держатели, перегородки. Все, что вам понадобится для ваших баночек, тюбиков и палеток. Также я пока думаю, где сделать ручку. Скорее всего, я ее пришью вместе между двумя молниями. Но над этим моментом я еще размышляю. И еще один момент, который я хочу исправить. Пока что сумка в таком виде напоминает мне больше не косметичку, а чехол для тонометра или аптечку. Поэтому я хочу добавить один элемент. Теперь другое дело. Моя косметичка полностью готова. Я надеюсь, видео было для вас полезным. И вы сошьете себе классную косметичку, которая полностью соответствует вашим требованиям. Всем пока и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok